Турнир памяти героя Советского Союза Алексея Романенко стал хорошим завершением лыжного сезона 2014-2015 года. Соревнования проходили в самом живописном и благоприятном месте на спортивной базе «Альпийская деревня». В этот день за медалью боролись 173 спортсмена от юных лыжников до ветеранов спорта. Уровень участников соревнований потрясал своим разнообразием. На одну лыжню вышли мэтры лыжного спорта, участники всероссийских международных соревнований, именитые спортсмены Омска и Казахстана. Сегодня мы закрываем сезон. Зима снова вернулась в Омскую область. На открытии, наверное, погода была гораздо теплее. Поэтому огромное количество спортсменов, представителей районов Омской области, взрослые, дети, все сегодня стартуют. Федерация лыжного спорта в Омской области в этом году провела огромное количество мероприятий, которые были направлены на подготовку нашей сборной к российским соревнованиям. Но и сегодня мы стараемся поднимать уровень наших спортсменов-лыжников на территории Омской области. Если для одних лыжников сезон уже завершился, то для других эти соревнования стали прекрасной возможностью подготовить себя к очередным стартам. Например, к югорскому лыжному марафону, который состоится в апреле в Ханты-Мансийске. Молодые же участники в этот день ставили перед собой задачу выложиться на полную силу. Ирине Лапсевой это удалось. Она опередила конкурентку почти на полминуты и стала лучшей среди девушек на пятикилометровке. Мне было очень весело их бежать. Я готовилась победить. Ну, как это закрытие сезона, последние соревнования. Надо выложиться на полную. Соперница очень сильная и часто оградывалась. Думала, догонят меня. Но они догнали. На омских соревнованиях выступил участник Сочинской Олимпиады Денис Володко. Воспитанник омской школы и мастер спорта международного класса из Казахстана победил в самой престижной категории у мужчин на 10-километровой дистанции. Вторым к финишу подоспел представитель Центра спортподготовки Максим Шергин. И всего на секунду отстал Решат Мутагаров. У меня уже как бы сезон завершился. Я то, что присутствую здесь, решил поучаствовать в довольно интересном мероприятии. Приехала семья меня поддержать. Как бы гонку, как планировал, как хорошую тренировку для завершения сезона. Соперники были достойные. То есть получилось, как я и планировал. У женщин прекрасно справилась с 5-километровкой мастер спорта Юрия Рычкова. Сама спортсменка результатами осталась довольна. Прекрасная погода. Все-таки зима. Не хочется сдавать свои позиции. Превосходно работали лыжи. И вообще я очень довольна, что мне удалось поставить такую жирную точку в конце сезона. Все-таки была какая-то полоса неудачи, то падения, то какие-то разочарования. В общем, я рада, довольна, что мне удалось показать лучший мой результат. Лучшее время среди ветеранов показал Алексей Усатов. Участник недавнего Кубка мира среди мастеров по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Сразу после финиша спортсмен признался, наша олимпийская трасса ничуть не уступает той. В Омской области, я честно, откровенно скажу, давно таких соревнований не было такого масштаба. И хороший призовой фонд. Нам есть чем гордиться, потому что у нас это единственное место осталось, где можно соревноваться, где можно здесь спокойно готовиться. И здесь всегда добродушно относятся к спортсменам. И действительно, поводов для гордости Омской области предостаточно. Главное не оглядываться и идти вперед за новыми вершинами.